Семён Аёшин Поддержка социально значимых секторов экономики, в том числе сельского хозяйства, жилищного строительства, создание максимально благоприятных условий для развития бизнеса, безусловное исполнение действующих расходных обязательств с учётом их оптимизации и повышения эффективности использования бюджетных средств. Нынче, как говорится, копейка к копейке. Правительство вводит мораторий на взятие каких-либо новых обязательств. Решено активизировать поиск новых источников финансирования. Почти 24 миллиарда в следующем году составит прибыль республиканской казны. И в непростых экономических условиях Хакасия показывает даже рост по определённым статьям. Растущая динамика ожидается по налогу на доходы физических лиц. Рост 154 миллиона, акцизы 128 миллионов, налог на добычу и полезность копаемых 73 миллиона. Что касается расходов бюджета 2016, эта цифра составляет 25 миллиардов 831 миллион. Выпадающий 7-процентный дефицит к доходам вполне допустим, считает Минфин. Тревогу стоит бить, когда перевалит за 10%. Так или иначе, республиканский бюджет на 70% состоит из социальных обязательств. Из 28 государственных программ, 19 программ с объёмом 19 миллиардов 651 миллион. Это программа, связанная с повышением качества жизни и обеспечением безопасности населения республики. И 5 программ с объёмом 2 миллиарда 468 миллионов направлены на развитие поддержки отраслей экономики. К первоначальному проекту закона поступило 48 поправок, более 30 из которых депутаты приняли пакетом. В общем, итогом рассмотрения предложений правительства, Верховного совета и муниципалитетов Хакасии расходы республиканской казны увеличились более чем на 200 миллионов рублей. 3,7 миллиона для программы малого и среднего бизнеса на поддержку стартовых грантов начинающим бизнесменам. 20 миллионов на компенсацию дополнительных субсидий на Абаза и вершины Тёи по решениям, которые будут приниматься правительством в случае каких-то острых ситуаций. Мы специально не определяем целевое назначение этих средств. Далее 14 миллионов на поддержку дачных, садов и огородных обществ. 1,5 миллиона на программу поддержки приобретения жилья молодым семьями в городах. В частности, что касается программы молодые семьи, 1,5 миллиона – добавка существенная, с учетом того, что эта сумма прирастает к существующим 2 миллионам. Программа предусматривает собой субсидирование молодежи при покупке жилья с учетом собственных средств. Эта программа предусматривает за финансирование с трех уровней бюджета – федерального, республиканского и местного бюджета. С Российской Федерацией получаем мы порядка 40% на эту программу, поэтому это будет очень хорошая прибавка к бюджету республики Хакасия. Стоит добавить, поскольку в программе, в том числе муниципальные бюджеты, в связи с дефицитом денег пока участвуют только Сайногорск, Ширинский и Усть-Абаканские районы. Теперь же с увеличением финансирования велика вероятность расширить географию. Ну а в рамках правительственного часа депутаты заслушали доклад правительства о ликвидации последствий пожаров. Работа проведена колоссально, и дело здесь не только в гигантской стройке. Как отметили парламентарии, хорошо сработали и социальные службы, и правовые. На сегодня тема апрельских пожаров в республике практически закрыта. В пользу случаем я бы, конечно, хотел поблагодарить абсолютно всех, кто принимал в этой работе участие, кто помогал, кто явился спонсором. Это и учреждения, и малый и средний бизнес, это государственные учреждения, это наши соседи края и республики, и области. Все помогали. Это признак того, что наше государство, как таковое здоровое, в случае где-то возникает проблема, все дружно помогают. Это очень хороший признак. Остается добавить, что очередная 24-я сессия Верховного Совета состоится уже через две недели, 9 декабря депутатам предстоит окончательно принять закон о бюджете, а это, в свою очередь, позволит следом муниципалитетам утвердить свои бюджеты.